С 27 по 29 марта в нашем городе состоится еще одно спортивное грандиозное событие 2015 года. Это чемпионат России по шорт-треку, который пройдет в Ледовом дворце спорта «Полет». Организация этого престижного мероприятия идет полным ходом. Мы здесь дали согласие на прием чемпионата России по отдельным дистанциям эстафетных гонков, которые являются элитными стартами для всей страны. Чтобы попасть на эти соревнования, каждый спортсмен прошел сит отборов. Минимум 4 соревнования. Допуск на эти соревнования – 36 спортсменов всего. И в эти же спортсмены входит 12 человек национальной команды России, которая завтра стартует на чемпионате мира в Крылатском. По окончанию этих соревнований эти спортсмены, возможно, приедут сюда. Все зависит будет от их выступления на чемпионате мира. Дворец спорта на сегодняшний день не совсем готов по техническим параметрам для соревнований такого масштаба. Самая большая возникшая проблема – это качество льда, который уже не раз вызывал претензии среди тренеров и технических делегатов. В связи с тем, что у нас возникла техническая проблема, мы еще хуже можем встать на ступень ниже. Проблема именно в этом. В остальном, я не знаю, есть проблемы в защитных матах, которые мы постараемся решить через два дня. Есть проблемы с видеоаппаратурой, фотофиниша. Есть проблемы, наверное, еще в меньшей степени с судейством. Почему? Потому что Рыбинск является центром, одним из центров. Почему мы добились такого права. И, наверное, инициатива была союза конькобежцев выделить нам здесь чемпионат страны. Это как раз по заслугам, по тем участникам, по представительству сборной команды России, чтобы Рыбинск оценить как базу подготовки спортсменов. Как планируют организаторы, для участия в чемпионате прибудут спортсмены российского и мирового уровня. К примеру, на старт спорткомплекса «Полет» выйдет шестикратный олимпийский чемпион Виктор Анн. Ну, кроме Виктора Анна, у нас еще три олимпийских чемпиона, которые вместе с ним участвовали в олимпийских играх. И вся эта команда должна приехать сюда. Почему? Потому что кроме участия на отдельных дистанциях, а их три будет здесь, будут разыгрываться медали и звание чемпиона России на эстафетных гонках. Виктор Анн выступает за команду Москвы, Семен Иллистратов выступает за команду Мордовии, Иеруслан Захаров за команду Мордовии, и Владимир Григорьев, это четвертый олимпийский чемпион, выступает за Московскую область. Для зрителей, которые не смогут попасть на трибуны, для того, чтобы понаблюдать за зрелищными забегами, будет вестись прямая трансляция на одном из федеральных каналов.